всем привет вот он затянувшиеся видео полноценное затянувшиеся на потому что этот вылетел скажем так по болезни на две недели из-за боймы данное видео это будет продолжение вот этому видео где я менял термопасту и термопрокладки на топовые для ватсмайнера соответственно в этом видео мы будем разгонять одну плату почему одну потому что чтобы разогнать три плата нужно дополнительный блок питания хочу сразу сказать дополнительным у Vita'я у меня есть мы будущем будем с ним экспериментировать то есть а почему не две платы потому что асик он стоял в комнате на тот момент когда я его разгонял где был он и принятия здесь пища с где довольно таки жарко то есть там одна плата так прилично перегревалась пришлось окна открывать если две платы бы то есть блок питания позволяет две платы разогнать по максимуму, убрав третью. То есть из двух плат было бы слишком жарко. Поэтому экспериментировал на одной плате. То есть этот эксперимент проходил для того, чтобы понять потенциал непосредственно этого ASIC-а. То есть, соответственно, разогнав одну плату, можно умножить на три и понять, какой потенциал для разгона данного ASIC-а. По поводу блока питания. Блок питания один у меня уже есть. Блок питания предварительно, можно сказать, отличного качества. Он в районе двух киловатт. В пике, наверное, до двух с половиной киловатт может поддерживать. У него есть два подстроечника, то есть ампераж можно ему ограничить, соответственно, чтобы он не потребовал больше заданного. Ну и вольтаж от нуля до 15 вольт. Этот блок питания я уже, когда он мне пришел, я уже его вскрыл, сделал фотографии. Фотографии опубликовал в нашем телеграм-канале. Кому интересно, ссылки оставлю. Зайдите, посмотрите. Вкратце можно примерно понять, что из себя представляет блок питания, кто в этом разбирается. Вот такой вот он довольно-таки добротный, все отлично сделано. Покупал я его Satoshi Shop, интернет-магазин, по-моему, называется. Ну, ссылки я вам оставлю, посмотрите. Но на данный момент, прямо на данный момент, его сейчас нету. Мне интересно стало, почему я позвонил к ним на сайт. Они мне сказали, что в ближайшее время он у них появится опять. Вот здесь в каталоге он у них был, по-моему, в комплектующей для майнинга от блоки питания. Вот у них блоки питания обычно остались, а этого, ну, нет на данный момент. Но обещали, что будет. Так как я уже сказал, две недели я переболел. У меня много видео скопилось, которые уже за эти две недели должны были выйти. Поэтому сейчас, наверное, они немножко чаще будут выходить. Скажем так, сделаю такой спойлер небольшой. То есть я хочу перевести свои краски на иммерсионное охлаждение. Именно почему на иммерсионное охлаждение, какие плюсы, там, может быть, какие-то недостатки иммерсионного охлаждения относительно обычного классического охлаждения на воздушном, ну, воздухом, либо на водоблоках. Все это расскажу. Сейчас с фирмы, в которой я заказываю иммерсионное охлаждение, я хочу заказать полный комплект. Все, чтобы не бегать, потом не искать, ничего не докупать. И сейчас у меня на этапе все заказа. Именно договоренности по комплектации, другие там технические моменты и в плане вопроса по транспортировке. То есть как только мне все это дело отгрузить, сразу сниму ролик. Именно почему, там как, зачем, все про иммерсионку все расскажу. Такой предварительный ролик будет. Но как только мне это все дело придет, соответственно, там я уже досконально все мы с вами изучим, подключим, все эти осики погрузим, дополнительные блоки обязательно подключим. То есть это вообще будет контент уникальный, на дополнительных блоках питания, в иммерсионке. То есть я вообще в интернете этого не видел, на русском язычном точно. То есть все будет по максимуму, хочу все сделать. Все раскрыто, досконально, со всеми подводными камнями. Все вам расскажу, такой маленький сериальчик будет. Еще немножко расскажу о своих майнерских изменениях. То есть пул VIA BTC, у меня на нем асики в основном. Я решил перевести части видеокарты также на этот пул. Потому что пул этот зарекомендованный, он шестилетней истории, то есть ему вполне можно доверять. Как я понял, этот пул вообще идеальный для новичков. У меня при переходе там небольшие вопросы возникли. То есть комьюнити, я зашел в комьюнити, на все мои вопросы в развернутые ответы я сразу получил. В этом плане мне очень понравилось. Ну а после перехода на POS, я думаю, самая актуальная монета на данный момент это эфир классик. На ней я остановлюсь. Также мне заинтересовало то, что у них много партнеров по обслуживанию и продаже майнинг-оборудования. Я этот момент обязательно рассмотрю, так как я, скорее всего, в будущем еще планирую расширять свое майнинг-оборудование. Так что поэтому, так как я разделил свои видеокарты на два пула, то, скорее всего, я сниму ролик в будущем по сравнению, какой эффективнее, какой лучше, где приятнее, скажем так, находиться, где комьюнити более отзывчивое и так далее. То есть сейчас статистику определенную наработаю и уже мы потом сравним по пулам непосредственно. Еще хотел бы напомнить, что даунвольтинг асиков видеокарт в данный момент позволяет вам оставаться на плаву как можно дольше. Чем вы больше даунвольтите асики видеокарты, не важно, тем у них возрастает КПД, то есть эффективность, энергоэффективность. И, соответственно, перерасчете на свою розетку, меньше тратите электричество. Да, вы меньше хэше получаете, но вы остаетесь в плюсе. То есть получается, вот, например, и асика вам покажу. Вот этот асик, он на 70 тарахеш, то есть он 72 тарахеша выдает в нормальном режиме. Я сейчас с помощью прошивки Bixbit его задаунвольтил, он сейчас дает 58 тарахеш. То есть на данный момент у него энергоэффективность стала меньше. Если этот же асик не даунвольтить, он выдает 72 тарахеша и потребляет 3,5 кВт, сейчас он в даунвольте потребляет 2,5 кВт. То есть на 1 кВт меньше. И в данный момент в пересчете выходит 1 к 1. То есть если он будет работать на все свои 100%, то есть давать 72 тарахеша и потреблять 3,5 кВт и сравнивать с данным случаем задаунвольттенам, то есть получается один в 1 одинаково. Но что я выгадываю? То есть, во-первых, меньше нагрузку на сеть, то есть он потребляет 2,5 кВт, пусть он меньше тарахэш дает, но дает он столько же по деньгам, с моим пересчетом на розетку 3 рубля, понимаете о чем разговор, во-первых он меньше орет, меньше потребляет, меньше нагрузку на сеть то есть я что-то еще в данный момент могу подключить, а дает ровно столько же, если бы его не даунвольтить а если брать ASIC на 86 тарахэш, его даунвольтить смысла нет, потому что он изначально энергоэффективнее то есть если его задаунвольтить то он будет давать уже меньше в рублях, поэтому я его не даунвольтю, поэтому необходимо пересчитывать непосредственно ваше майнинг оборудование и смотреть насколько оно эффективно в данный момент к отношению вашей розетки по видеокартам то же самое вот если взять видеокарты я все свои риги, видеокарт все задаунвольтил максимально, они на каспе, на каспе очень хорошо даунвольтятся то есть получается они у меня 30-70 85 ватт потребляет, 30-80 потребляет 120 ватт но у них энергоэффективность стала вообще очень дикая, то есть если в обычном режиме у них энергоэффективность там два с половиной а при даунвольте пять с половиной шесть так что по даунвольту если вам интересно поставьте лайки, я пойму что это как бы вам нужная информация пишите в комментариях я постараюсь сделать видео хотя не планировал именно по даунвольту по даунвольтингу асиков вот здесь видео у меня есть, можете посмотреть по даунвольтингу видеокарт засниму видео как что именно, как рассчитывать, на что обращать внимание как вот выжить в данный момент если у вас розетка 3 рубля и ниже то можно как бы оставаться на плаву и не выключать оборудование извините, что такое большое вступление получилось много накопилось информации ну все, сейчас переходим к основной теме видео но каких-то трешевых картинок не будет будем в основном лупить с вами в монитор но для тех, кому это интересно, будет полезная информация хочу сразу сказать, что для каких-то от фирмы Bixbit чья прошивка я пользуюсь в принципе это единственная прошивка, на которую можно даунвольтить и разгонять асики ватсмайнер я имею ввиду, других альтернативно нету то есть в этой прошивке не для всех моделей асиков есть уже за пресеты, скажем так, вшитые то есть для моих асиков 30-31 серии пресетов вшитых нету ну кроме стандартных low, high и normal то есть приходится подгонять все вручную то есть поэтому будет больше растянутое видео то, как я подгонял именно вот эти параметры добиваясь именно того, что мне нужно на тех асиках, на которых пресетов нету уже готовых приходится экспериментальным путем подгонять и как все это делаю вот сейчас в этом видео вы посмотрите ну а прошивку эту можете скачать внизу в описании к видео я оставлю яндекс диск, где именно все программки самые актуальные, самые важные самые свежие туда загружаю соответственно эту прошивку Bixbit вы также можете скачать ну или непосредственно на сайте Bixbit можете эту прошивку скачать тоже ссылку я оставлю вот сюда скачать нажимаете также здесь вот они две версии для одного блока питания и для двух блока питания в принципе вот она мощность на одну плату почти 2 киловатта то есть блоки отдельный блок питания если ставить разгонять на трех платах с отдельным блоком питания то есть блок питания в среднем 2 киловатта то есть на плату 2 киловатта и родной блок питания еще две платы будет вентиляторы маленько сбросились и окошко там приоткрыл получается что и по чуть-чуть температуры чипов стали подрастать 118 это прям до хрена уже получается чип так не должен работать а вот эти 103-102 эти нормально а этот 118 почему я приостановил температуру чипов полезно то есть некоторые чипы выбиваются по температуре перегреваются вот 115-112 как бы это не есть хорошо максимум чип до 100 ну 105-107 градусов я думаю больше не стоит их перегревать сброшу я маленько настройки все-таки надо разогнать посмотреть то есть все перегрев получается либо вообще на холод выносить прям в капитальный или да или в жижу уже опускать надо без жижи никак либо тепло либо водоблоки что обязательно тоже я буду тестировать это прям однозначно только когда это другой вопрос так что если тоже по водоблокам вам интересно будет подпишитесь рано или поздно будет актуальная я думаю информация изменил только вот частоту на 900 поставим сейчас стартанем так посмотрим будет перегреваться тоже сброшу при разгоне надо в основном смотреть не на температуру платы на температуру от каждого чипа вот один чип какой не попадется который будет перегреваться выбиваться из всех в худшую сторону и все и считая слабое звено из-за него разогнать нормально не получится вот наверно как в данном случае может быть просто слишком много я даю вот 109 109 градусов один чип ну второй 109 да наверное опять лишка 900 тоже много что там морда показывает ну вентиляторы да разгоняться стали уберу попробую искомый вольтаж на сотню меньше сделаю ну и здесь соответственно здесь 1200 пускай ищет начинает и заканчиваю 1350 и температуру платы попробую сделаю поменьше пускай вентиляторы побольше крутит я все-таки хочу разогнать ее может быть это повлияет охладит маленько хочу разогнать по максимуму посмотреть ну хотя бы не по максимуму по максимуму уже видимо не получится температура не позволяет это надо водоблоки да уже однозначно то есть просто термоинтерфейс не помогает надо водоблоки либо жижу либо иммерсионку опускать маловато наверное будет уже много времени прошло и вольтаж он больше не берет ну а при таком вольтаже я чипы себя нормально чувствую сейчас я побольше сделаю чистоту наверное попробую 1000 поставлю так очередная попытка я не жду полного тюна вижу что по мощности там 1200-1250 ну мало то есть маловато перенастраиваю еще подбавляю вот сейчас 1510 как бы нормально более-менее то есть 1800-1900 у меня не берет все у меня в смысле не держит охлаждение переливаться начинает вот 1520 еще более-менее нормально что тут по чипам то есть чипы более-менее да видите они как все в принципе они все в рове никто не выбивается этот пресет пока идет хорошо то есть вот он 1560 почти по мощности ну такие относительно нормальные оборота вентилятора и температуру чипов держит держит то есть ну сотка вот самый-самый горячий чип на данный момент пока все хорошо я вам почему-то комментирую как футбольный матч все чтобы если кто-то будет разгонять чтобы понимали на что обращать внимание то есть сколько выдерживает еще надо сопоставление такое сделать по температуру вашей платы и ту температуру вот здесь вот в оверклокинге есть выставить можно температуру чтобы майнер старался какую температуру держать вот я 60 градусов поставил если в стоке плата разогревается до 70-75 градусов автотюн идет прямо на грани возможности этой данной сборки потребление почти 1,8 киловатта температура получается по чипам 105-108 я там окно уже Настяш открыл на улице довольно-таки холодно тем не менее вот уже температура температура на чипах на грани вот я хочу все-таки попробовать по максимуму разогнать его и посмотреть насколько эффективность ухудшится при разгоне ну и вообще сколько он максимум даст в таком состоянии то есть на замененных термопрокладках термопасти но без жидкостного охлаждения скажем так либо иммерсионное либо водоблоки наконец-таки он оттюнился минут 45 наверное 40 тюнился но он тут сейчас работает конечно на границе вот 1,8 киловатта грубо говоря на одну плату вентиляторы температуру на плату можно уменьшить наверное не 60 поставить и 58 примеру чтобы он пускай больше вентилятора раскручивает но скажем так температура чипа немножко снизит что 110 градусов но вот этот чип такой уже прям совсем-совсем на грани ну на мой взгляд не знаю может специалисты есть поправят меня вот ну вот 107 грубо говоря я заметил что обычный асик ничем если не раскачан на обычном режиме или даже на хай режим ставишь у него самое большое 105-106 градусов по чипу но вот этот но грубо говоря тоже могу максимальный предел которое завод разрешает потому что они как я понял каждый асик отдельно настраивают непосредственно в випромку прописывают данные чтобы насколько он разгонялся в каких режимах два потому что у меня асик одинаковых есть и у них изначальные дефолтные настройки чуть-чуть отличаются и по поводу энергоэффективности вот стоковый асик 37 и 7 но это сейчас он в лоу режиме в хай режиме он около 40 по-моему у него энергоэффективность на разгоне 45 и 6 в принципе не особо я думал сильнее энергоэффективность просядет нет как бы оптимально так ну если подвести итоги то есть программа это позволила разогнать грубо говоря асик если этот асик окунуть в жидкость или поставить на них водоблоки и разогнать таким образом добавить еще один блок питания как раз блок питания выдержит то есть ну средним 2 киловатта то есть 1.8 на плату на одну и соответственно две платы будет питать стандартный блок питания то есть получается в стоке этот асик в нормал режиме дает 90 тарахэш 90-91 то есть три платы будут давать нам 120 тарахэш то есть выходит 30-29-30 тарахэш мы прибавили я думаю отличный вариант 30 тарахэш на ровном месте но только добавить блок питания нужно и все и бикс бит прошивку поставить в одном из следующих роликов мы попробуем разогнать 3 хэш платы с дополнительным блоком питания блок питания уже ну можно сказать заказан надеюсь придет ну и мы будем пробовать разгонять уже 3 хэшки с дополнительным блоком питания но и обороне и чтобы мне